Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я почти два года уже живу в Барселоне, и на этом канале рассказываю все про свою иммиграцию, про то, как она есть, в общем, про то, какие сложности у меня бывают, как я что-то переживаю. И здесь нет вот этой, знаете, приторной такой жизни, что типа, о боже, как классно, я живу в солнечной Барселоне. Нет, здесь все-таки больше про жизнь и про реальные трудности. И сегодня я хотела бы поговорить о той поддержке, которая необходима иммигранту, о том, как ее получить, где ее искать и какая поддержка ни в коем случае не работает. Вот, то есть, что не надо делать, если вы хотите поддержать человека. И первое, о чем я хотела бы поговорить, это о том, что есть несколько видов иммигрантов. Ну, понятно, что есть люди, которые супер восторженные, которые приехали и часто они, вот, не знаю, по моему опыту, до этого ни разу в Барселоне не были, они приехали и такие, вау, боже, море, пальмы, попугаи, еда вкусная, рестораны, как круто, как здорово. И они вот ходят в таком восторге постоянном, знаете, детском. Это очень круто. Я искренне завидую таким людям, которые вот сохраняют этот восторг в течение какого-то долгого времени. У меня есть знакомые, которые больше года уже живут и находятся в том самом восторге, вот с момента, как они приехали, так у них все зашибись, у них все классно. Я не знаю, на что они живут, правда, это, ну, без подвоха, я правда не знаю, ну, то есть, насколько у них финансовое положение, может быть, там, семья обеспечивать, может быть, у них супер какая-то удаленная работа, может быть, у них были помогаторы, которые все им оформили, они никак не столкнулись ни с какой вот этой бюрократической волокитой, и у них все зашибись. Есть второй тип иммигрантов, которые приехали, но, знаете, не воспринимают эту страну, как страну, в которой они останутся, и они все время так поднывают. Ну, отчасти я тоже отношусь к таким людям, я говорю это, там, без сарказма, без какого-то, знаете, пренебрежения к этим людям, это все стадии нормальные, все иммигранты нормальные, я не хочу сказать, что кто-то правильный иммигрант, а кто-то неправильный, просто я вот картину такую обозначаю. Вот, и они так поднывают, говорят, слушай, ну, вот это не то, вот это я не привык, и постоянно сравнивают. Я не могу сказать, что я прям постоянно сравниваю Испанию с Россией, но часто, я правда часто это делаю, это правда мне мешает, но вот это такой второй тип иммигрантов, и есть третий тип иммигрантов, которым вообще ничего не нравится, вообще ничего, которые хаят просто все, это ужасно, это отвратительно, это плохо, это мне, значит, квартира мне плохая, помогаторы плохие, все плохие, школы плохие, дети дебилы, тут, значит, гей-парады, ну, вот это меня тоже, знаете, все время удивляет, люди, которые едут в Европу, и таких на самом деле довольно много, удивляются, что как это так, это толерантность ваша европейская, ну, зачем детям-то об этом рассказывать? Ну, детей здесь учат так же, как, ну, не знаю, вот в России учат там, что семья это мужчина и женщина, да, им же рассказывают о том, как в России принято, здесь детей учат, что семья может быть разная, без того, что иди и создай себе, не знаю, гей-семью, как многие себе представляют, что там чуть ли не навязывают детям, кем им быть, гендерно-нейтральные туалеты и так далее, вот, дверок нет, это мифы, на самом деле есть и дверки, и есть и мужской туалет, есть женский, и короче, вот, люди, которые удивляются тому, как в Европе все устроено, им не нравится, но они здесь остаются, они все равно здесь находятся. И я не сказала еще об одном типе иммигрантов, которые на самом деле на кухне среди близких друзей, они, как бы, там проходятся вообще по всем пунктам, но на публике, как только компания какая-то не очень знакомая, они, вы знаете, как Кеша из мультика, пьет джуз оранжат, лежат в бассейне, и у них вот настолько все хорошо, у них ребенок пойдет только обязательно в какую-нибудь супер платную школу, ребенок может не тянуть эту школу, ему может быть тяжело, но он должен пойти только в самую дорогую, самую платную школу, они купят себе самую лучшую одежду, бренд у них будет на груди, они будут рассказывать про то, как шикарно они живут в этой Испании, как вот они думают яхту снять и так далее, это тоже круто, это тоже здорово, если есть возможность жить вот так шикарно, я тоже хочу так шикарно жить, я да, завидую, но когда остаешься с ними наедине и говоришь, слушай, ну у меня вот здесь на самом деле проблема, здесь мне вот не очень нравится, здесь тяжело, там ребенку что-нибудь тяжело, и они вываливают всю свою боль, они говорят, да блин, у нас то же самое, да вот это тяжело, да вот тут я не могу разобраться, тут не понял, это яхта тоже вот мы арендовали, а меня укачало, я там блевал половину этого пути, но в Инстаграме и везде этого, конечно, нет, это вот тоже такие люди, вот, которым вот так классно, комфортно, они стремятся общаться тоже с такими же людьми, и это ключевой пункт, что если вы чувствуете, что вам хочется рассказать про то, как вам клево, ну у некоторых это психологическая тоже защита, я не осуждаю таких людей, я в принципе никого не осуждаю, так вот, если вы хотите показать супер шикарную жизнь и делать вид, что все вообще супер круто, вы так привыкли, вам надо искать таких же людей, если вы такой человек, как я, поднывающий, то нужно искать таких же людей, поднывающих, очень тяжело, я пробовала общаться вот со всеми из этих четырех категорий, и понимаю, что поддержка получается только с теми, кто думает так же, как я, вот для кого эмиграция проходит так же, как и у меня, потому что я в какой-то момент думала, что если я буду общаться вот с этими успешными людьми, на кухне обсуждать проблемы, а внешне ходить и чокаться шампанским на камеру, мне тяжело, меня прорывает в общении с такими людьми тоже на какой-то негатив, а он там не особо подразумевается на самом деле. С людьми, которым все плохо, мне тоже, конечно, некомфортно обсуждать, какая плохая Европа, в которой я живу и живу довольно хорошо, я тоже не могу, несмотря на то, что есть проблемы. С людьми, которые просто в восторге, я чувствую, что я как будто отравляю немножко их жизнь, когда начинаю им говорить, слушайте, ну вот у меня вот так, вот из квартиры ты не очень, они такие, да ты что, да посмотри, зато ты вот смотришь в окно, и у тебя попугайчики, и я понимаю, что мы с ними правда говорим на разных языках, они искренне хотят поддержать меня, показывая мне все то клевое, что видят они, я этого не вижу их глазами, они не видят мою жизнь их глазами, и в этом нет вообще ничего такого, в этом нет никакой проблемы, но я считаю, что если вы вот чувствуете, что вам, не знаю, не хватает чего-то вот из этих четырех, да, направлений, то ищите таких же людей, с которыми можно поныть, с которыми можно, там, не знаю, порадоваться, попить шампанское, здесь есть все, и это, мне кажется, секрет успеха, вот отсекать группы тех, кто вам не подходит, вот восторженных и так далее, не приближаться как-то сильно, попить кофе, да, просто встретиться, да, написать комментарий в инстаграме, да, это не значит, что с этими людьми вообще не надо общаться, но близко нужно понимать, что вот скорее всего сойдетесь вы только с теми, у кого совпадают ваши трудности в эмиграции, вот подбирать по трудностям, если у вас такие же проблемы и такое же желание их высказать, то вот ищите таких же людей. Второе, это то, что когда говорят, ищи людей вот из этой даже группы точечно по твоим интересам, я сначала думала, что ну какая разница, если вот этот, например, архитектор, а вот этот, например, переводчик, этот айтишник, а я там журналист, мы можем общаться и все будет классно. Но когда в эмиграции встает вопрос самореализации, и это важный вопрос, потому что если раньше вы могли там с коллегами как-то обсудить, все равно там, не знаю, если у вас была офисная работа, в офисе вы что-то общее обсуждали, у вас была наверняка какая-то тусовка по вашей специальности, людей, которые тоже могли эту тему обсудить, то здесь в эмиграции люди часто оказываются один на один со своей профессией, один на один со своей работой, и либо это онлайн какое-то обсуждение, а оффлайн вроде бы работу не обсудить, но я считаю, что это важная часть обсуждать вот эту тему самореализации. И мне кажется, супер важно для дальнейшего развития найти людей в вашей специальности, в вашей профессии, с которыми можно будет обсудить вашу работу очно, ваши какие-то дела, ваши проекты, еще что-то, найти такое комьюнити по очень узким интересам. Я, например, очень долго не могла сдвинуться с мертвой точки в своем блоге, у меня никак не получалось, я не понимала, как мне снимать рилсы, мне очень хотелось рассказывать про свою жизнь, но мне казалось, что, блин, я не могу, у меня не получается, у меня очень сложно даются короткие форматы, вот в ютюбе я могу все объяснить, да, что я чувствую, что я проживаю, как у меня дела обстоят. А вот в инстаграме, например, короткие какие-то ролики, я смотрела у других, мне дико нравилось, но мне казалось, что я так никогда не сделаю. И я нашла человека, который тоже хочет развивать свой блог, и у него получается уже лучше, чем у меня. И она как раз, эта девочка Вика, она тоже завела ютюб-канал, я оставлю ссылку, посмотрите обязательно ее выпуск, она живет в Португалии, мы с ней раз в две недели созваниваемся, обсуждаем наши дела рабочие. Да, это не совсем тут в Барселоне, но это тут в Европе с местными особенностями, вот это тоже важно. Человек должен работать и делать какие-то проекты, как мне кажется, в схожей с вами сфере и в схожих с вами условиях. Это важно, ну для меня точно, для моей там карьеры, самореализации и прочего, это супер важно. Так вот, и Вика собиралась как раз только запускать свой ютюб-канал, и я говорю, слушай, давай я тебе что-то расскажу про ютюб, а ты мне расскажи, как короткие ролики делать. И как только мы встретились, ну у меня точно все получилось. Я поняла, как делает она, я поняла, как она относится к критике, потому что критика это тоже такой очень болезненный момент в эмиграции, и у меня в инстаграме есть рубрика «Мотивация на вечер», где я выставляю негативные комментарии какие-то и смеюсь над ними, потому что я поняла в какой-то момент, что любой комментарий человек пишет про себя, что добрый, что злой, он пишет про себя, а не про меня, это просто надо принять, и если человек про себя пишет гадости какие-то и желает кому-то зла, ну это про него, а не про меня. Так вот, встреча и разговоры с человеком из такой же сферы помогли мне кратно развиться, помогли мне расслабиться, и я считаю, что важно в эмиграции искать людей конкретно в вашей нише, в вашей сфере, которые делают сейчас что-то здесь и у которых получается. Тогда вы гораздо быстрее почувствуете себя свободно, спокойно и гораздо быстрее адаптируетесь даже в плане профессии. Третье, я считаю, что это тоже очень важный момент, если у вас есть друзья или знакомые, у которых с вами разные ценности, то есть это могут быть хорошие люди, это могут быть люди, с которыми у вас раньше было много общего, с которыми вы так или иначе общаетесь, которые, может быть, были вашими близкими друзьями, или, может быть, это ваши родственники, но у вас не по супер принципиальным моментам, знаете, не сходится, не то, что один говорит «я за войну», а другой говорит «я против», но при этом мы продолжаем дружить. Тут мне сложно понять, как это возможно, но если есть какие-то не супер фундаментальные у вас различия, например, да, не буду сейчас перечислять все темы, но я уверена, что каждый из вас узнал наверняка своего какого-то друга, другоприятеля или родственника, который иногда высказывается крайне странно, да, как вам кажется. Так вот, мне кажется, очень важно для себя уяснить, что вы никогда не начинаете спорные темы, никогда вы не начинаете эти темы. Если вы понимаете, что вы готовы с этим человеком не общаться, не обязательно с ним сраться, чтобы перестать общаться, можно просто не общаться, не доходя до обсуждения каких-то важных тем. Можно, если вы считаете, что вам человек близок, но какие-то его позиции, там, не знаю, вам кажутся не совсем подходящими для вас, так не обсуждайте их. Просто уберите все эти темы из обсуждения. Опять же говорю, если это не принципиальные вопросы. Да даже если принципиальные, зачем обсуждать, если вы заранее знаете, что человек придерживается других взглядов. Мне кажется, что вот это по-хорошему, да, очищение круга общения очень важно сделать без скандалов, без попыток кому-то что-то доказать, кому-то что-то объяснить, кому-то вот прям сказать, нет, ты не прав, гораздо вам будет спокойнее, если вы просто сведете общение к поздравлениям с днем рождения, там, не знаю, к обсуждению детей, например, или там, не знаю, если родственники как-то настроены, вы все равно будете с ними общаться, да, но это там ваша мама, ваша папа чаще всего, если нет радикальной какой-то позиции. Вы же все равно их любите, и они вас любят. Но вот можно это не обсуждать. Это моя позиция, и я считаю, что это очень сильно облегчает жизнь. Договор, что мы эти темы не обсуждаем. Мы обсуждаем погоду, природу и что-то еще. Еще что важно для меня, что часто я сама попадала в эту ловушку, кажется, что никто не поддерживает, никто не спрашивает, как у меня дела, никто не интересуется темой вообще, может, я тут, не знаю, померла уже от депрессии, а люди все пишут, ой, у вас там плюс 22, классно. Я поняла, что очень важно, если нужна поддержка, об этом сказать. Сказать, слушай, мне что-то сейчас так тяжело, мне что-то сейчас так плохо, давай поговорим, можно я тебе просто расскажу про свои проблемы, а ты только, пожалуйста, не говори мне, что это окей, ладно, просто послушай меня, мне прям так важно, чтобы сейчас я просто высказалась. И в 99% случаев, если это ваш там друг, приятель, родственник, если у вас с ним хорошие отношения, он правда скажет, ну, конечно, давай, ну, расскажи, да, что у тебя. Либо это ваши друзья, которые уехали в другие страны, у которых и так проблем по горло, да, ну, не до вас, очевидно, и мне не до них, это тоже важно признать. Все время спросить, а я-то что в этих отношениях? Почему человек должен у меня спрашивать, а я у другого, ну, видите ли, вот у меня спросят, и тогда я тоже спрошу. Спрашивать у других тоже. Если вам что-то нужно, дайте это другому. Это тоже очень важный элемент поддержки в эмиграции, когда ты понимаешь, что нужно интересоваться жизнью других людей, чтобы другие люди интересовались твоей. То же самое и здесь, например, потому что бывают какие-то, знаете, обидки. Я про себя говорю, да, я многие стадии прошла, и в том числе и обид, и все, и не стыдно мне об этом сказать. У меня много всего было намешано в голове, и сейчас еще много всего намешано. Но, в общем, я говорю про то, что если даже здесь у вас формируется какой-то круг общения, а потом, ой, они не звонят, ой, они не пишут и не приглашают меня там туда-то. Ну, вот они вот так, когда им надо, они написали, а когда им не надо, они, значит, про меня забыли. Здесь тоже важно, вплоть до того, что у меня есть подруга, которая выстраивает себе расписание встреч с людьми, которые ей важны. Она говорит, вот у меня вот так, у меня есть несколько человек, с которыми мне важно поддерживать отношения. Я не могу просто спонтанно в любой день встретиться, я не могу спонтанно приехать в гости, потому что у меня ребенок, работа и так далее, но я понимаю, что я вот до Нового года хочу увидеть там раз, два, три, четыре, пять семей. И я ставлю себе это в расписание, уточняю у них, давайте, пожалуйста, потом уже не получится, у меня есть сейчас. И формирует это расписание, это кажется вроде бы формальным, но с другой стороны это суперправильный подход, что вы должны держать в фокусе тех людей, с которыми вы хотите общаться, и вкладывать туда тоже свои силы, не ждать, что все будут вами интересоваться. Возможно, это только была моя проблема, что мне казалось, что мной никто не интересуется. Если у вас такой проблемы не было, напишите в комментариях, что вот как бы что-то я глупости какие-то говорю, и может быть это мое личное восприятие. И все остальное, это, я не знаю, это мои уже советы, это мои личные, я не читаю новости, я смотрю иногда какие-то ролики на ютюбе, когда происходит совсем какая-то дичь, я смотрю. Но в целом я себя оградила от любой новостной ленты, в принципе, потому что, ну, важное дойдет, друзей и знакомых много, расскажут, если что-то произойдет супер ужасное. Выносить весь новостной поток очень сложно. Следующее – это жесткое расписание. В моем случае это работает тоже как огромная поддержка, потому что когда есть четкое расписание, понятно, что когда я делаю, и, ну, сразу становится как-то полегче, знаете, нет такого ощущения, что ты в пространстве болтаешься, никому не нужный. И еще один лайфхак, это последнее, как себя можно поддержать, когда у меня один, вот недавно, буквально там, не знаю, недели две назад, был день, когда мне казалось, что все настолько плохо, я была настолько при этом в какой-то ярости от того, что у меня вся жизнь, просто я не могу уже больше эту жизнь выносить от того, как мне тяжело, потому что опять нужно было какие-то документы куда-то нести. Просто, вы знаете, кажется, что все. И я пошла одна, и я задавала себе вопросы, я не знаю, может быть, вы видели, сейчас модно вот это колесо баланса собирать. Я не очень это любила, потому что, знаете, сидишь, красишь, там, придумаешь, там, типа, ну, нормально здесь, ну, вроде нормально, а здесь, ну, вроде тоже нормально. Я примерно сделала так, как в колесе баланса, но чуть подробнее. Я взяла сферы жизни своей и подумала, окей, работа и самореализация. Давай вот возьмем, как у тебя сработает, Танюш? Я думаю, да нормально у меня сработает, это есть, это есть, и П есть, вот испанская есть, работа есть, реклама есть, и официально я все провожу, провожу, хистор у меня есть, доход у меня есть, это у меня есть, блок у меня развивается, все как бы, все нормально. Друзья. Сначала кажется, что такое, все, у меня нет друзей, потом, слушай, что ты гонишь, у тебя раз, два, три, четыре, ты встретилась с этим, этим давно ли ты писала, бла-бла-бла, у тебя есть друзья, у тебя все хорошо. Здоровье. Чикап я сделала по страховке, даже ферритин нормальный, как мне сказал врач, в вашем возрасте уже, у женщин он падает, а у вас нормальный, то есть в моем возрасте, это дожила до словосочетания, в вашем возрасте, женщина, к этому тоже пока не могу привыкнуть, женщина в вашем возрасте. Так вот, здоровье, ну тоже все хорошо, все сдала. И во всем вот так вот сферам я прокатила, и думаю, а что я злюсь-то? Вот, ну как бы, есть одна там была сфера, да, там был не очень, но она была одна. И знаете, реально отпустила, и я думаю, ну слушай, ну на самом деле, так-то в принципе, ничего плохого нет, но я прям в деталях, каждую сферу себе ответила на вопрос, а что там происходит. И сейчас, когда у меня начинается вот эта суета, какая-то тревога и так далее, я говорю, стоп, давай, сейчас мы разложим все это заново. Я себе в голове раскладываю, и все супер классно получается. В общем, вот такие мои советы по самоподдержке в эмиграции. Если у вас есть еще какие-то другие советы, ну типа там, пойти погулять в море, ну не знаю, кому-то помогает, мне не помогает. Если вам помогает, супер, я очень рада. Я вообще за любые способы самоподдержки, главное их знать, вовремя почувствовать, и дать себе вот эту опору внутреннюю на себя. Пишите ваши способы в комментариях. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!